всем добрый день я архитектор компании вудун тех вот и мы находимся на десяток километра новорежского шоссе в одном из коттеджных поселков дом который мы с вами видим произвела и построила наша компания дом состоит из двух надземных этажей фундамент железобетонные забивные сваи силовая конструкция дома стоечная ригельная по технологии фахверк и наполнение стен энергоэффективный утеплитель пир данная технология является профильной для нашей компании у нас есть собственное производство которое выпускает домокомплекты по технологии фахверк у этой технологии есть ряд качественных преимуществ во первых она достаточно быстро возводима тот дом который вы видите мы от фундамента дом до одного состояния способны завести буквально за пару месяцев технологии утепления данного дома достаточно инновационная здесь утеплитель находится не только в стенах но также сам силовой каркас стоит и стойки с терморазрывом то есть что это означает это означает что дерево обладающие достаточно высокой теплопроводностью по факту являющийся мостом холода в данной ситуации в изотерме стены не участвует проемы между стойками заполнены двумя типами утеплителей основным базовым является logic пир компании техниколь и по наружной стороне мы применили базальтовый ватт и вот подобное применение двух материалов в одной конструкции обеспечивает очень крутые характеристики пир неспроста был выбран для в качестве базового утеплителя для этого дома дело в том что ну мы в это верим свято долговечность любой конструкции и надежность дома как изотермические так и ну в плане долговечность строения очень сильно зависит от его паропроницаемости либо не паропроницаемости то есть дом должен быть абсолютно герметичен пар через стены проходить не должен данный дом энергоэффективен то есть он энергоэффективен потому что его конструкционная особенность подразумевает практически полное отсутствие мостов холода что это такое это означает что единственные ярко выраженные мосты холода в этом доме присутствует только на распашных окнах то есть распашные окна по своим характеристикам они обладают достаточно высокой теплопроводностью либо низким коэффициентом сопротивление теплопроводности но я думаю что тренд по энергоэффективности он не только долгоиграющий то есть он не спадающий все дальше дальше будет ходить нашу жизнь дело в том что мы сейчас приходим к тому что более рачительно относиться к нашим ресурсам поэтому мы пытаемся тратить меньше электричества меньше газа меньше воды вот дом тоже должен есть гораздо меньше топлива и топлива в доме является именно электричество и газ в этом доме очень мало необходимо для того чтобы охладить нагреть соответственно охлаждать нагревать его можно электричеством нагревать его можно газом но в любом случае расходы всех этих ресурсов они будут снижены в разы в этом доме достаточно существенную жару ну в силу того что солнце не проходит сквозь вату сквозь пир сквозь окна сквозь крольное покрытие в котором также применен пир кстати достаточно толстый слой вот даже в очень сильную жару в большинстве случаев кондиционеры не требуется в доме прохладно в плане экологичности ну вот опять же давайте вернемся к пиру пир очень стабильный утеплитель то есть что такое пир это устойчивая кристаллическая решетка которая не обладает эмиссии то есть вне зависимости от того чтобы на него воздействовал да он ничего не выделяет основная проблема это не эмиссия фенолформальдегидов которых стоит в пире нет и в клеях у нас этого нет то есть основная проблема это не какие-то химические соединения которые приведут вас каким-то болезням потому что в современных материалах эмиссия чего-то вредного патогенов на крайне мало она красной самой вентиляции и удаляется основной аспект экологичности заключается в том да и безвредности чтобы в доме ничего не заводилось вот если мы применяем паропроницаемые материалы даже если мы сделаем очень правильную структуру парозащиты если у нас классно будет двигаться воздух если мы правильно объявляем зазор между утеплителями там все равно лет через десять скопится плесень этот дом абсолютно экологичный и и и и и и и и